Менее месяца осталось до завершения весенней призывной кампании. Как проходит призыв в нашем городе и какую работу ведет военкомат с будущими призывниками, рассказал нашему телеканалу военный комиссар Берцка Андрей Копачев. Андрей Петрович, в разгаре весенняя призывная кампания. Как она проходит, каковы предварительные итоги? Три недели до завершения весенней призывной кампании. 15 июля, в соответствии с федеральным законом, окончание весенней призывной кампании. Сейчас самый такой период, когда ребята закончили колледжи, они призываются и отправляются с получением дипломов, как дипломированные специалисты отправляются в вооруженные силы. Если кратко подвести итоги, то 462 человека подлежит вызову на городскую призывную комиссию. На 24 июня прошло, вызывалось и прибыло 293 человека. Из этих 293 человек получили отсрочки для продолжения обучения и признаны временно негодными врачами-специалистами на полгода 136 человек. Освобождено от прохождения службы, то есть признаны врачами-специалистами ограниченно годными для прохождения службы. И принято решение городской призывной комиссии об освобождении 94 призывника. План по городу 69 человек, на сегодняшний день призвано 51 человек призван, 38 из 51 уже отправлены на областной сборный пункт. Родителей призывников я уведомил о том, что куда попали служить ребят. Номер телефона, то есть они могут общаться и с командованием, и с самими призывниками. Это у нас и Министерство обороны, войска национальной гвардии. По всем округам, по четырем ребята будут проходить службу. Наши ребята, сибиряки, я думаю, они не подведут добросовестность нас в службу. Как вы оцениваете активность тех ребят, которые подлежат призыву в эту компанию? Ну есть, конечно, те ребята, которые вот у нас с года в год относятся к этому делу, ну, считают, что служба, если он здоровый человек, то, ну, нет необходимости, то он, конечно, заблуждается. И еще раз хочу напомнить, что если он не служил, данный призывник не служил, не имея на то законных оснований, то ему не будет выдан военный билет, ему будет выдана справка, один уклонист. И, соответственно, он не сможет устроиться никуда на работу. Не только вот федеральная и государственная структура, но сейчас уже и коммерческие структуры смотрят, если есть выбор, с кого взять, то они спрашивают, служил в армии или не служил. Поэтому я попросил бы призывников, те, кто уклоняются, их родители, подумать, задуматься на дальнейшую жизнь, перспективу. Какую работу ведет военкомат с ребятами, подлежащими следующим призывам? Ведется очень тщательная работа, очень тщательно. Мы на сегодняшний день уже смотрим по медицинским показаниям, те ребята, которые были признаны временно негодными, мы вызываем их, соответственно, врачи их осматривают и уже понимают, что этот призывник, да, он будет годен, этот призывник, допустим, ему надо еще подлечиться. Работа ведется по оповещению. Еще я хочу отметить, что в этом году 24 человека, это школьники, выпускники 11 классов, написали заявление для поступления в высшее военное учебное заведение. 24 человека получили направление, получили вызовы с учебных заведений и убывают для сдачи экзаменов и прохождения профессионального психологического отбора для поступления в высшее военное учебное заведение по всей стране.